привет друзья это истинный следователь давайте еще разок почитаем программу 0 5 11 2017 тут кстати интересно год не стоит может быть 2017 народ то бедный попался на крючок проект написано то есть обсуждать я его читал где-то 1017 году вначале я его весь прочитал я думаю 90 около 90 процентов сторонников активных арт-подготовки и вячеслава мальцева не читали даже эту программу и не пытались доработать я ее прочитал и есть у меня несколько видео там можете посмотреть и еще раз приходится вернуться потому что потому что люди говорят что программа уже есть все в порядке там многие не понимают что в ней в общем надо над ней продолжить работу я сам отношусь вот к этой группе которые самые замученные ограбленные которых как бы должна спасти арт-подготовка на самом деле обратная связь но не скажу что и вообще нет но она очень слабая это я пробовал электронное письмо звонок через ватсап вот эти два номера были которые оканчивались на 5 11 писал там и позвонил тоже сказал что обратной связи нет мне сказали ну что сделать ну что сделать так чтобы в любой вопрос не повторяющийся но без ответов осталось и новичем элементарно можно этим заняться потому что не так много люди действительно пишут что-то конкретного большинство пишет людей да ладно вот тебе там 100 рублей делать что хочешь поэтому не думаю что есть такая масса людей огромный хотя бы например как я которые сняли несколько роликов дорабатывали программу но программа ты будешь обязательно критиковать и за эту критику тебе неадекватно отнесутся с этим столкнулся уже сотни раз поэтому будьте осторожны как бы ты хочешь помочь конкретно что-то указываешь но в любом случае все ответы которые я видел это это там гнида какая-то провокатор какой провокатор кто-то какой смысл в этом там кто вражины танки чиновники на и наняли каких-то людей вольги на которые сидят ну да я видел что они пишут но у них канал до пустые совершенно каналы пустые они выдают король короткий такой наборчик фраз и все они не будут сидеть такой знаете авторскую программу прям делать то есть ну никак не подходит а фсб но у них есть другие механизмы просто кошельки по закрывать то есть какой какой я фсб но люди просто не умеют отличать критику вот какой-то просто пустой ругань и никакой пустой ругань и я не занимаюсь ну конечно сердит что обратной связи нету это не только со мной я видел там и люди пишут форумах и сразу объявляют предателями подготовки хотя они пишут вот чего если не будет там 5 11 но люди сомневаются как бы и недостаточно ответа просто все нормас будет нет нужны факты договоры полная информация ну в общем элементарные вещи говорю но многим это непонятно то есть я если коротко так если кому непонятно отношусь отлично к революции но например деятели какие-то революции они не важны сделал революцию и свободен и сейчас равен права всем людям и потом всем будешь равен не будешь там председателя суда или чего-то что тут непонятно делать что угодно там как бы но хватит царей хватит президентов элементарная вещь меня слушать не надо давить на меня не надо хуже уже тому будет кто меня не слушает потому что я все-таки стараюсь что-то по делу сказать и не только себя чуешь говорю я читал как там людей нормально критикующих просто посылают в жопец ну а так в общем то тоже сразу скажу ясно что обратной связи нет и не было и нет и не будет наверное да там что-то на словах есть но конкретно конкретно надо власти мне пахнет делаю я это для людей которые хотят информацию найти какие-то факты муж сами что-то не подметили то есть я поддерживаю любых людей в части прогресса народовластия но конкретного прям вот конкретно должно быть и никаким начальником ты не должен быть при этом все тогда ты дружба нет тогда ты лживый революционер ты все чтобы не крутилась по кругу это шарманка плохой начальник новый хороший начальник ой нет что-то не так ну вот чтобы колесо это остановить поэтому что на меня сердится не я эти колеса создавал так я читал законы конституцию до конца не смогут дочитать потому что там ужасно ужасно там написано вот эти вот но издевательства там идут над людьми президенту все можно какой-то пустозвонство где-то вот до серединки вы читал поэтому конституционные говорят строй сама конституция и заложила вот это ну да там два срока президента ну и что он бы своего человека запихнул бы тот же самый там медведев например уже нифига не лучше и народ так бы умирал делал не в этом кэш плохо конечно не надо делать третий срок но есть опыт определенной законами жилищный кодекс тоже почитал там поэтому примерно представляю закон об обращениях 59 тоже читал 354 жилищных услугах неплохой так более-менее но нифига не соблюдается на самом деле давайте теперь к делу перейдем это такие вступить вступительная часть не знаю зачем она ну как бы объяснить примерно кто не понимает но тут наверно сто раз надо путина упомянуть и тогда ты сам получше будешь и медленно устранение от власти путина и его шайки хорошо кто такой его шайка большинство из них спокойно уйдут я так думаю установление к силу устроена всей территории рф обмена всех конституционных законов и постановлений конституцию она я сказал она ужасно в плане потому что мне равенство там все размазано написано да и ее сильно попортили но это выкинуть раздел про президента надо полностью что сделано не будет прекращение всех агрессивных войн развязанных режимов путина а другие что не прекращение надо всех тогда войн описание нового мирного договора с украиной мне захотят украинцы даже не сами украинцы там власти хватили бандиты как и здесь поэтому не получится надо конечно стараться но сегодня фактически это так депутаты бандиты им невыгодно просто делиться чем-то с другим в общем пока даже не хочу объяснять как решать эту проблему но не так предание трибуналу лиц причастных к антиституционному захвату власти россии мголетнему нарушению конституции хорошо суд на суд если он если получится что он будет какой-то беспристрастный запрет деятельности репрессивных спецслужб на территории россии признание их преступными каких служб то именно репрессивных спецслужб у фсб наверно закрытие тогда ее здание преступными тоже через суд как-то иллюстрация кофискация нас габрина вам коррупционерами знания внеш возврат банка банк зачем я чуть не понял какой-то типа орган а кто его будет контролировать не народ явно национализация незаконно преступным похищенной законно преступная интересно собственности всех национальных богатств а был уж только что к финсах кофискации а тут национализация же это хорошо и сам я об этом думал и даже способы как это делать но если богатство находится в офшорах например в английских как-то тут заберешь никак медленное повышение всех пенсий пособий в том числе по безработице зарплат бюджетникам до уровня развитых европейских стран счет кофискации похищенных у народа цены богатств только что про национальные богатства сказал то есть проблем возникают но деньги есть действительно говорил жуковский 35 триллиона то есть можно поднять сейчас там например это 6000 рублей саратове то есть в финляндии 550 по моему евро то есть это 30 тысяч рублей не получится конечно 30 тысяч сделать наверное реально там 10 20 законодательное закрепление за каждым гражданом его доли национальным богатств неплохо как это конкретно как бы сделать более получается что я например один я работаю сейчас на страну как революционер но у меня нет 10 детей у кого 10 детей они будут здесь раз богаче но 10 детей они по количеству людей как бы семья будет 10 человек они могут ну как участ люди в основной массе сидят и вот эти пассивные которые создали и способствовали этому бандитскому строю то есть у них будет больше денег как бы и ресурсов как странно полная экономическая амнистия для физических и юридических прощения всех долгов по ростовщическим кредитам по не ростовщическим не будешь ли прощения экономическая амнистия юридических ну хорошо хорошо да юридические лица там фирмы например которые часто с чиновниками сотрудничали и взятки им давали то как-то странно получается всех подряд так не сделаешь отмена любых налогов для граждан страны и также мало бизнеса отличная идея но это вот как-то несерьезно я бы оставил бизнес налог дс какой-нибудь налог можно как сейчас он там 10 и 18 процентов момент продажи она хватило бы может быть деньги гизеля ввести то есть действительно заняться агрессивными делами в день электронных денег с целью предотвращения коррупции никакой связи нет трон и деньги сейчас есть передача большей части полномочия местному сам управлению повылазит гниды всякие хитрожопые которые ну как депутаты то есть негодный пункт немедленная безвозмездная передача не используемых земельных участках сельского значения влезное личное пользование землодельцем блатно блатнота полезет установление выбранной системы для областных городских прокуроров судей начальников местных полиции всех руководителей